Саранск Итак, начальный удар. Грузинская команда отправляет мяч в наши 22 метра. Там его пензенцы отлавливают и пытаются на руках из этой опасной зоны мяч извлечь как можно быстрее. На месте одного из вингеров тоже появился первый раз в рамках Еврокуков. Так что получается 4 изменения делал он по сравнению с матчем предыдущего. И пензенцы просили Эдуарда назначить им штрафное за то, что вроде как удерживал игрок грузинского. Короткий разбег и попадает строго по центру команды России по регби. Первый тайм со счетом 0-0 в Тбилиси вообще всем надолго заполнится. Да и матч в Калининграде был неплохо. А это первый штрафной в схватке в пользу пензенского локомотива. Который постоянно норовится нести мяч с поставки. Поэтому сейчас требуется посторонняя помощь Сергею Янюшкину. Крупные мероприятия и цикл судейский он тоже не такой уж и долгий. Жизнь судейская. Павел Эдуард, конечно, большой молодец. Все крупнейшие соревнования по регби Семен уже отсудил. Но ведь и в регби тоже привлекается к многим соревнованиям. Очень удачный удар получается у пензенцев. Я снова подтянул мяч где-то, наверное, в районе метров 8-9. Тут еще сейчас многое будет зависеть от Ван Ройена, конечно. Он пока не самый быстрый мяч обеспечивает своим партнером по команде из рака. Здесь игра вперед и нужно... Ай, не смог. Не смог. Поэтому еще одна попытка взять чужую зачетку. Преимущество у пензы штрафной. Опять заваливается. Заваливается поторая пока не... Удар на кончатую половину поля, потому что пока очень хорошо в этом компоненте действует пензенский локомотив. Контакт обеспечивает Вадим Жарков и как раз пазар для выда мяча. Ой, как Ван Ройен сейчас неудачно отыграл на Янюшкина. И сейчас вот так вот блок получается. Наш 10-й номер пробивает в этих несколько суматошных условиях. И получается дарим отличную возможность грузинским рыбистам на ровном месте. Только похвалили мы пензенских 9-го и 10-го номера. Как их связка привела к тому, что полуметры от зачетки сейчас возятся с мячом грузины. И Эдуард приземление не видит, но пока не видим его и мы. А вот сейчас, судя по всему... Да, судя по всему, сейчас видят его все, в том числе и Павла Эдуарда. В итоге попытка, которая выводит черных львов вперед. Четку. Ну и, конечно же, удар ногой в блок никуда не годится. И счет становится 6-10. Ну, по крайней мере, это один из вариантов к творчеству великого грузинского художника Перасмани и его картины Блэк Лайн, ну, возможно, и так. Ну, черный лев. Ну, один, да, один великий сюжет Перасмани мы прекрасно помним, да, миллион новых роз. Но теперь другой войдет в нашу рыбиную жизнь. Ну, а... Как мол, грузинский зашел, понимаете, не находится. Бобуна Шелли тем временем продолжает обстреливать ворота. Но, я уверен, в первую очередь за своими, конечно, подопечными, но, тем не менее, и за всеми грузинами в том числе, да, показать себя главному тренеру сборной в преддверии ноябрьских тестов. Ну, тем более, что и здесь тоже кандидаты в сборную играют, и, естественно, тоже реванной Сашвили держат в поле зрения. Да, конечно, и сейчас есть преимущество 3 в 1. Здесь можно отдавать дальше, и наступил, наступил на линию. Наступил на линию Карзанов на, да, на боковую линию. Еще одна хорошая возможность для того, чтобы занести попытку, железнодорожники не использовали. Ну, это правда, это было видно, даже сохраняет. Дальше подъем на Янюшкина. Тот ногой разворачивает игру вправо. И по земле отравляет. Смотрите, что творит Янюшкина опять. Стэдия. Смотрите, наконец-то приноровились друг другу. Игроки, и в мяч вывалился. Ну, что ж такое, как в своей схватке можно так работать? Мяч вывалился из схватки. Хорошо, что здесь потери, и еще одна схватка будет назначена. Ну, по второму нам сейчас посмотреть. Мяч прошел первую линию и просто вылез из схватки. Можно сказать, великих грузинских игроков. Тот же Ширикадзе, Хмаладзе. Всех их умудрилась пенза сдержать. И, тем не менее, проигрывают счеты со счетом 6-15. Да, пока вот это первый тайм упущенных возможностей. Можно так, наверное, заглавить первую половину этой встречи. Ну, вот, наконец-то мы увидели действительно атаку, что называется, подготовленную. И неужели... Нет, здесь хороший захват. Посмотрите, сколько подбросов было сейчас по ходу этого веера. Ну, по сути, да, такой Рэнби-7 локальный исполняет сейчас грузинская страна. Там есть преимущество. Хорошо, что вторая не дотащил сейчас мяч до зачетки. Там сейчас будет однозначно сам пытаться приземлять игрок второй линии. Вроде как тоже не получилось у него это сделать, да. С другой стороны уже пытается Эдуард из-за тебя, но нет, все-таки решил именно в эту... Да. Его решение... Нет, нет, приземление, говорит. Так, желтая пока ноги, но они, наверное, явно не Янешкин, и поэтому, судя по всему, Сергей покинул фону. Давайте сейчас на общем плане смотреть, кого не хватает. Преимущество на этот раз в самый непосходящий момент именно в схватке получает грузин, кто будет бить по воротам. Кстати, если в ближайшие 10 минут будет опять преимущество, это уже совсем никакие ворота не лезет. И попытка. И это попытка, да, 10-го номера. Бабунашвили к своим штрафному реализации добавляют еще попытку. Ты окей? Ты окей? По одному и тому же сценарию проходят все три еврокубковых матча Локомотива. 6.22, на этом первый тайм заканчивается. Чтобы попытку занести, и вспоминаем, как Чкаидзе при куда более выгодном счете для нас не сумел поднять низкоидущий мяч. А до зачетки был буквально один шаг, да. Вспоминаем, как тот же Андрей Корзанов убегал по краю, но наступил на линию. А вот сейчас хорошее движение пензельского мола. Очень приятно против грузинской команды видеть такой мол, фактически по грузинским лекалам. Одну такую попытку мы помним в нашу зачетку, в пензенскую. Ну а сейчас уже в пяти метрах до чужой зачетки находится Локомотив, и это штрафной. В данном случае Александр Янешкин опять хороший коридор, опять даун в качестве опции прыгающего. Преимущество вновь есть у Локомотива на штрафной. Надо постараться сыграть широко, тем более, что не успели растянуться черные львы. Очень долго Руди Ван Роя. Да, слишком уж долго извлекал мяч, тут как раз сдвоенное давление. И в итоге штрафной возвращает второй за последнюю минуту. Да, снова штрафной, снова в пользу Локомотива. Ну и судя по всему решение будет аналогично. Вот сбоку Мол и желтая карточка. Систематические нарушения в красной зоне, видимо. Второе нарушение подряд. Побыстрее нужно решение принимать. Так, и снова на преимущество. Преимущество, тогда... Нужно попробовать, наверное, все-таки рискнуть здесь. Но Ван Роян должен понимать, тем более по-английски, слова Адвантыча, ему подобные. И неужели была попытка? Что показывает Дуарте? Нет, мяч сохранен. Переворачивается, да, через спину наш грохник Цирикидзе. Смотрите, подозрение. Вновь, на этот раз, правда, на Селенко сместили, смотрите, вектор атаки. Селенко теперь с мячом в моле. К нему так же подключается Башев, шестой номер, вот он на конце коридора. Даже Руди Ван Роян решил потолкать Мол. Смотрите, своими 75 килограммами и попытка. И, может быть, как раз именно его усилия оказались. Другими его делают. Ну что, не попадает. Все-таки не попадает. Ну, явно больше слышен, чем в первом тайме. И сейчас, наверное, самая опасная ситуация. Сейчас все нормально, смол. Видите, сейчас все-таки похоже, ситуация была, сформировалась. Но и сейчас. Ну, нет, с сожалению, не все нормально, а смол. Он активно прогибается под грузинским давлением. Нет попытки. Любопытно, что изберут против Мола. Нет, на этот раз сразу строят контр-молу, регбисты, локомотивы. Сразу там пять человек, уже шесть присоединено. Пока давление нет. Но вот сейчас перекрупировались. И мы мукашлили как раз с мячом, по-моему. Там уже пошли такие взаимные отмашки. У кого мяч сейчас? Опять штрафной. И вот этот вот свисток всегда, вот этот двойной обыск. И еще одна желтая карточка. Немножко нарушить, чтобы этого избежать. Где-то немножко предвосхитить, да, где-то немножко предугадать. Опередить соперника хоть в чем-то. Так, вот сейчас, кстати, поначалу вроде бы неплохо противостояли грузинскому Молу. Но вот сейчас... Сейчас будет совещание главного с боковым. Но судя по жестикуляции, боковой как раз-таки там кивал и в микрофон говорил, что в руках. Ну а пока смотрим, ну почему тут можно, команда из Грузии. И она сравнивается с Енисеем. На данный момент турнирной таблицы с исполнением Black Lion. Очень хороший заброс на конец коридора. Молу, поздно к нему присоединяется пензенский локомотив. Да, уже когда был разогнался. И сейчас вваливаются снова парни в черно-белую зачетку. Но Алексей Пашин. Атаковать той команде, которая не владеет мячом при этом ударе. И вот неплохой... Бал вперед, и ровно. И следим за Пауэл Эдуардом.